доброе утро друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая ну вот такая у нас зима все я думаю что этот снег не растает но хотя не знаю еще не ноябрь обычно после 7 ноября уже все снежок идет посмотрим будет какая погода еще раз доброе утро друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая утро время без без пяти почти восемь коля на работе кирюша у меня собирается к девяти в школу но а я я вчера не обтерла кухню сейчас я буду расфасовывать мешок муки у меня уже емкости пустые могла бы не расфасовывать убрать но как обычно все по ведрам сюда чтобы не мешалось потому что ведра не компактнее все но мешочек выпирает этот мешочек передвинул муку надо расфасовывать пока у меня тимуречка мою и и не расфасовал сам он у нас это дело умеет так а почему я вчера это не сделала потому что я вот что я вчера делала вот кирюша ты не хочет поздороваться здрасте кирюша у нас не настроение в школу а хорошее настроение завтра у них все заканчивается четверть до 4 заканчивается у них красота будут каникулы сегодня кирюша мне будет помогать наверное еще толик придет будем брикеты привезут к трем часам будем складывать их в кладовку кладоку в кладовку вчера мне соседка помогла вернее сама там не освободила спасибо ей огромное вот и будем эту кладовочку складывать думала позовет меня на помощь и она уже там прихожу уже все подметает все сделала ну что все ты пошел я пошел ставлю лайк ставишь лайк да это вот весь твой просмотр маминого видео да спасибо сынок ну что дети у нас такие шутники так ну что я буду делать орехи у меня орехи я еще сварила сгущенку в меня осталась сгущенка буду сегодня делать здесь будет прилично и есть такие которые для нас немножко с браком я обычно знаете вот такие вот оставляю все равно где-то чего-то не получится хотя все шарики катаешь вчера почему-то получилось тесто густоватое даже не знаю почему все сделала так все возможно сменила маргарин пекла на другом может возможно но хотя вкусные такие же хрустящие сегодня у меня приедут за заказом орешки и еще девочка заказала решки так что дел много сейчас я их накрою уберу распасую муку на мою кухню разговариваю в полный голос тимуля уже должен проснуться но я думаю что я все успею потому что пока он просыпается он в комнате там у меня еще затоплен камин вот я вам показала и у меня сварена здесь не уха а сварена щука я ее разделаю на на от костей отделю мясо от костей сварю ну тут бульончик сварю картошечки добавлю мясо лук и все такое будет такая уха чтобы без косточек вот а коля у меня собирается завтра уже уехать снова на рыбалку говорит сейчас все должно погода такая хорошая к рыбалке как раз благоволит но у него и 50 градусов он будет стоять бурить у него это благоволит очень ладно пусть занимается рыба нам сейчас нужна рыбу я сегодня буду наверное готовить посылку на самару вот на самару и доставка будет такая же 1200 там пригород вышла побольше здесь в город самара по определенному адресу и доставка 1200 той же транспортной компании что я вам и говорила так ну что я начинаю я еще конечно выпила кофе так голью ну я бы еще наверно выпила бы чашечку пельменицы я вчера щеточкой намыла их все равно надо мыть ничего под их потом мукой просыпаешь и все хорошо ну просыпаешь это я говорю что каждую ячейку вы и вчера друзья мои так никуда я не съездила я испекла хлеб уже начала собираться стук в двери управляющая компания друзья мои пришла открываю стоит мастер но я ее знаю она из нашей управляйки и стоит молодой человек я его тоже видела как то они приходили к нам измерять температуру и вот я говорю с чем пожаловали спросила вы знаете да что я и так на взводе и не только я у нас тут вся округа в общем-то и горит мы температуру измерять я говорю почему вы не предупреждаете когда приходите я говорю у меня дома у меня духовка включена я хлеб пекла да вы видели ролик у меня готовится здесь все я тут что-то готовила уже и не помню котлеты я жарила еще думаю успею котлет наделать до магазина у меня обогреватель игры были включены нам надо померить он тут сразу главного раздевает про куда мне пройти я бы пройдите но он померил не сам воздух квартире какой-то штукой наверное это тепловизор ли как называется не знаю он померил батареи но так как мы уже последнее время все тут на взводе да я еще раз говорю я конечно повела себя некрасиво я вот не то чтобы я там резко разговаривала я вот таким тоном что я говорю почему почему не греют почему не объясняете причину почему у вас не берут трубки у вас даже не отвечают у нас очень много звонков я вы даже не отвечаете но видимо настолько люди уже привыкли к тому что вот им предъявляют эти претензии что они уже спокойны они уже но тут дело в тгк видите управляющие виновата в том что я так понимаю то что трубку не берут людям не объясняют надо все равно надо все это организовывать муж переплачиваем все это очень он смелил назвал какие-то цифры я говорю вы мне объясните что значит эти цифры вход-выход вы мне объясните молчит назвал по заказу друзья мои тут уточняли как и чего и сколько вот и я спросила я говорю как это понять вход-выход вы мне объясните по-русски нормально скажите что действительно ли соответствует тому что мы говорим плохо греют да плохо все я успокоилась в общем но успокоилась я что успокоилась вопросов больше задавать я не стала да и мы никогда они из дома берут несколько квартир проходят и в общем то заносит там свои данные не знаю ходят говорят они везде наверное будет перерасчет а вот мне тут задают вопросы пишут что можно ли вообще отказаться от этого отопления а как откажешься она центральная если я свою квартиру перекрою я не знаю друзьям это надо все изучать это надо этим заниматься и мы каждый раз надеемся что все будет хорошо она все прибавляется плата прибавляется и ничего хорошего не бывает в общем надо не буду я тут вас грузить просто отчиталась как говорится по этой ситуации про которую вам вот несколько дней говорила так ну что надо было начинать уже фасовать где-то у меня тут мне надо стул принести чтобы было повыше и у меня четыре ведра у меня как раз войдет я сейчас на мою половик выхлопаю выстираю в общем кухня у меня будет сделано кухне и коридор все застелено фольгу не убирала буду сегодня еще трубочки делать такие вот дела катя у меня сегодня по делам так не знаю я уже молчу уже боюсь даже говорить что мне куда-то надо будет выбраться а то опять скажу что я пойду коля мне позвонил говорит идет дождь со снегом говорит не знаю как ты пойдешь я хотела погулять сходить вот опять буду дома сидеть обещала ларисе пойти в субботу к ней на краснофлотский ну и посмотрим как погода может и схожу все время дома то у меня в общем-то заказов на выходные не ожидается я даже на выходные заказы не буду брать деньги нужны конечно но не буду все надо немножко друзья отдохнуть чем-то заняться другим в стрим бы надо бы выйти да просто поговорить ну хотя бы на часик уделить время хотя бы часик ну что я за стулом и начинаю расфасовку муки все друзья мои расфасовала 4 ведра осталось еще в мешке и вот тазик но я его сейчас накрою этот тазик я иду я его быстро изведу надышалась мукой так ну что буду сейчас мыть хотя бы полы намыть а конкретно то все будем мыть мы наверно в пятницу все прибирать но после муки естественно обтираются шкафы все равно пыль так что сейчас приберусь все долго не буду тут рассуливать начинаю я мытье все друзья мои разделась я с полами все под шкафами все 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 выгребла но в принципе чё там выгребать но только что пыль которую ты убираешь каждый день и все равно она есть но это понятно значит верхние шкафы я обтирать сейчас не буду потому что время у меня уже поджимает ополоснула посуду оботру только нижние шкафы так как муку фасовала оботру их до кафель этот оботру мешок убрала наконец-то мешок-то один убрала а еще надо куда-то некуда убирать не уберешь туда в кладовку где будут у нас уличная кладовка нельзя тут сразу это дома-то окошко все эти приспособления чтобы не дай бог никто не завелся вот в коридоре вернее в кладовочке там нельзя так что сейчас тут оботру слегонца глянцевая такая вот была бы матовая мебель мне конечно когда мы сюда въехали эта мебель осталась от прежних хозяев мы купили с этим гарнитуром то вот хотя она сразу не понравилось глядь не нравится мне хотя она любит синий цвет мне это не нравится на кухне вот и мы все говорим я гону все наверное потом как-нибудь это все увезется у нас на дачу эта мебель чтобы на дачу везти надо сюда что-то она вот себе кухню заказывала я не знаю сколько ее кухне стоит как-то даже и не спросила у них там и кухонка она хоть и маленькая но она вот какая-то квадратная тут в принципе тоже можно сделать проект я ведь кухню уже заказывала в одну съемную квартиру мы въехали в квартиру я рассказывала да нам когда мы снимали нам хозяин квартиры сказал живите пока метеорит не упадет ну то есть надолго чуть ли знаете пока метеорит не упадет это понятно вы точно не будете продавать точно не буду ну и там ничего не было я заказала кухню тогда был этот как его магазинчик такой стоял у нас и там можно было заказать прямо мебель диван и кухню диванчик мы заказывали на дачу и все это можно было по личному проекту так это у меня тут друзья мои все намыто так что вы тут не смущайтесь что я обтираю пол у меня пол ну не пол плентуса я там обтерла плентуса этот кафель сейчас еще разок и вот мы заказали кухню кухня была не глянцевая кухня была цвет такой красивый ты куда потащила половик то у меня цвет был такой красивый знаете вот как наверно вот эти вот обои такой был цвет и кухонка под квадратную кухню все было и навесные шкафы были большие сделаны и такие шкафы были сделаны в общем вообще классно было красивая и недорого как-то нам не совсем недорого обошлась знаете обошлась она мне с установкой с перевозкой тридцать тысяч но это было лет шесть наверное назад это было но кухня была очень хорошая ну и в общем то вот такая вот цена была это недорого там было много шкафов сделано все качественно когда толик с настей купили квартиру не купили на материнский капитал ей квартирку какую-то она купила ли что там она сделала но ее обманули ей конечно в таком в такой же эту квартиру продали она ни с кем не посоветовалась она тут конечно тоже на то как решила что толик мне не помогает не совета не советуется в общем все сама никого не слушая квартирка то внутри хорошая была но дом был развалюха был такой дом что весной было не зайти она вот нам даже не сказала мы бы хоть сколько бы поехали бы отговорили но это ладно дело не в этом дело в том что мы вот этот кухонный гарнитур когда съезжали с этой квартиры хозяин квартиры то через полгода сказал все давайте сваливайте я ее продаю я бы так вы сказали надолго ну так вот получилось но я была такая наивная дура я же верила и вот видите куда мне мебель ну ребята без мебели мы им отдали я горю коль хотя денег стоит да я горю коля тяжело дышать друзья мои вообще надо шипнуть нос потому что она дышалась вот и мы им отдали эту мебель за доставку заплатили все они установили ее а потом в этой развалюхи то у них случился пожар но у них внутри ничего не сгорело только что дымом пахло вещи там какие-то попортились мебель ты успели они вытащить и потом когда насти дали уже от администрации квартиру хорошую квартиру за на левом берегу правда без воды без всего мы раньше тоже так жили вот сейчас бы мне бы эту квартиру бы вот дали бы вот такую я бы наверное бы радовалась что стоит она делать скульте мулька проснется в общем они ее туда перевезли эту мебель ну естественно сначала то конечно была договоренность что только за нее деньги отдаст будет работать но у них то одно то другое и в общем то мы и забыли про эти деньги ладно хрен с ним думаю потом вообще мне толик сказал ты же сама нам эту мебель навязала ну в общем вот так мы решили что ладно пусть это будет как от нас под но посмотрите а гуся и в общем эта мебель у них там она потом сдала она не захотела там жить они сняли квартиру здесь в городе потому что было там неудобно там сдала кому-то и в общем жильцы накопили долгов очень много долгов она тоже поверила ту же такая же легковерная поверила им и в общем не проверяла ничего те навешали ей лапши на уши накопили там долгов и в общем из этой квартиры за долги у нее эту квартиру то забрали обратно администрации так как вы не живете тут у вас еще долги и забрали они уже там успели воду провести она так то девка такая продуманная только что ей на советоваться было хотя бы они уже и воду были ну там собирались сендом провели воду она заменила двери входные и в общем эта мебель то у них хорошо вообще встала очень хорошо мне бы знать что я буду покупать квартиру то вот я к чему и говорю мне бы знать я бы конечно бы там у нас в трехкомнатную снимали на никитова я бы убрала бы вот в комнату в одну хозяйка разрешила говорит уберите в комнату пусть стоит я говорит сдавала жильцам нас бюджет в отдельной комнате тут стояла мы не убрали но потом эту комнату мы у нее попросили чтобы она нам ее тоже ну как уже не двушка чтобы трешка была потому что у нас много периодически и настя столиком жила старший сын приезжал жил в общем до отъезда уже в там краснодар и как вам сказать все мебель пропала мебель хорошая сейчас где вот такую мебель дешевую закажешь нигде мебель сейчас дорогая сейчас все дорого ну что я в общем то сделала такие дела которые вот самые грязные пыльные у меня конечно же осталось тут и в кульке сейчас я все это закрою половичком пусть остащила по ты чё делал ты откуда уже это все берешь ты откуда это тащишь с комнаты сегодня говорю а вчера говорю качи давай соберем вот эти шарики которые знаете идут для батутов тимулька им уже не и не играет но иногда редко редко глюдах вот соберем какой-нибудь кулек и уберем потому что бусинки их вытаскивают из игрушек а игрушки у нас убираются только на ночь а сейчас проснется у нас наш тоже генеральный это директор мелкий и сейчас все опять полетит все игрушечки вчера вообще не могу он живут корм стоит кошечкин корм стоит на полу это наверное не видно что ли они видно прекрасно вот здесь вот у меня вот стоит все бусинка периодически тоже любит поиграть конечно же надо я слышала что котам нужно давать корм тогда когда в общем время у них ну не насыпано всегда уж так у нас повелось и около она стала есть тут коля что ли ей много насыпал или кирюха и там все рассыпалась у тарелочки смотрю тимуля а тимуля он обычно берет и все в воду супе делает суп на только успевать я смотрю он туда уже все полез уже хотел сказать тимулечка не трогай что он у меня сделал думаете там все рассыпано он все что рассыпано убрал тарелочку это было так трогательно вот вроде что тут такого до ребенок убрал мы его тут давай то какой-то хороший мальчик вот так надо делать всегда ну бабушки естественно глаза на мокром месте бабушка тоже дын 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 в общем все прибрал вчера у кошечки так ну что мне наверное надо хотя бы выпить кофейку и заняться мне уже рыбу надо чистить сейчас на мою ручки все у меня тут убрано прибрано глаз пока пока радуется мне нужно заменить лампочку один лампочку два такие лампочки мы покупали с полей в меге у нас тоже в петромоск надо идти потому же опять смотрю уже по верху уже пыль когда она откуда она берется не успеваешь вот вытяжку день назад обтирала уже опять мне пыль вообще занавески сегодня сниму простирают занавески но занавески я часто стираю друзья потому что от газа потому что ну тут хорошо дорога у нас подаль так у нас нету от дороги пыли у нас пыли тут вообще нету только вот тополиный пух тополины или вот его когда цветет она тоже какой-то пух я не знаю откуда на иве пух в общем или может это с тополей там летит а так темнеет темнеют занавески темнеет тюль сегодня вы стираю обязательно надо отдохнуть у меня от всего этого мы хотим курку сделать то есть хочу сделать уборку я я в комнате у себя все на море кирилл своей комнате будет мыть но кухня естественно на мне ну чё тут я имею ввиду вот такую влажную уборку уж потом генеральную уборку будем делать ребята доделают ремонт уже съедут все равно вещи лишние все уберутся и уже потом я уже генералить буду надеюсь к новому году мы уже ну мы живем конечно с хорошими мечтами с хорошими надеждами мы думаем что к новому году мы уже вся семья у нас будет в сборе в общем ребята съедут или буду делать уборку конкретную уборку раньше перед новым годом всегда делала сюда ты вода моешь до убираешь сейчас не чуя каждый день моешь да такие вот дела вы что друзья мои сейчас я буду пить кофе и чистить рыбу чтобы уха у нас была без костей бульончик процежу будет процежен бульон картошку начищу ну и в общем то все и займусь и орехами нужно орешки начинять я конечно орешки то сделала у меня даже мало их приходится вот видите от вот такие вот штучки бывают обрезаю видели наверно но тут мало таких у меня в основном все у меня тут красиво в этот раз получилось не знаю что такое тесто круговатое было ну две порции здесь пока тут я их накатала целый поднос на вот эту тарелку тоже стянула потом пекла потом снова так что сейчас подключусь к вам